Биография пророка Мухаммада и тем, что передано. В этих выпусках мы постарались пролить свет на несколько этапов жизни пророка Мухаммада «Да благословит его Аллах и приветствует», которые в основном представлены характером сообщений, который полностью противоречит логике, так же, как и исторической логике. Среди тем, которые обсуждались с нами, были такие, как «Женитьба посланника», «Да благословит его Аллах и приветствует», на Хадидже, когда ей было 45 лет и рождение ею шестерых детей, а также другие вопросы, такие как миграция, различие между миграцией и вынужденным перемещением в разные места и походы пророка, мир ему и благословение. Посланник Мухаммад — единственный пророк, чья биография сочетает в себе как теорию, так и действие. В отличие от других посланников, он — единственный, чья история содержит прежде всего материальные исторические сведения, доказывающие его историческое существование. Согласно принятым методологиям исследования истории, нет исторических доказательств существования личностей, таких как пророк Иса, Иисус, или пророк Муса, Моисей. Поэтому пророк Мухаммад — одна из немногих исторических фигур, физически существовавших и имеющий исторические доказательства его жизни. Несмотря на это, его история вызывала у мусульман как чрезмерное восхищение, так и неприязнь. Многие события из жизни пророка Мухаммада часто преувеличивались, как из любви, так и из-за неприязни. Например, мы обнаруживаем, что среди мусульман многие события из жизни пророка Мухаммада часто окутаны ореолом святостей. Иногда они рассказывают о чудесных событиях, которых не было. Например, есть рассказ о том, что в одном из походов пророка мусульмане не могли найти воду, и он сказал им, «Принесите мне сосуд для воды», и возложил на него руку. Затем он велел войску подойти и пить из него, и вода потекла между его пальцами. Имеется в виду, что на некоторые из повествований о пророке Мухаммаде могли повлиять предания о других пророках, таких как Моисей и Иисус, и о чудесах, совершенных ими. Поэтому некоторые попытались создать чудеса для пророка Мухаммада, сравнимые с чудесами других пророков. Хочу сказать, что если изучать историю пророка Мухаммада более детально, то можно увидеть, что, хотя у него не было чудес, как у Моисея и Иисуса, положительным аспектом является то, что этот человек реально существовал, в отличие от других пророков. Это можно сравнить с поиском огня среди пепла. Я имею в виду, что если бы к биографии Мухаммада подошли более рационально, мусульмане избежали бы многих проблем. Другими словами, основная проблема в мусульманской умме сейчас заключается не в текстах. Например, в Священном Коране мусульмане из разных течений соглашаются относительно стихов и текстов, но основная проблема заключается в их толковании. Это означает, что среди мусульман нет единства в отношении текста, так как есть различия в толковании. Даже в хадисах, хотя они содержат много приукрашиваний и добавлений, всегда возникают разногласия относительно их толкования. Например, хадис об Аммаре ибн Ясире. Мятежная группа убьет его. Сподвижники же Али утверждают, что под мятежной группой имеется в виду Муавия, в то время как сторонники Муавии утверждают, что под мятежной группой имеется в виду те, кто выселил 90-летнего Аммара ибн Ясира из его дома, чтобы он умер. Итак, у нас есть существенная проблема с толкованием текстов. Еще более удивительно то, что эти толкования не подлежат обновлению, как будто то, что получилось, должно быть принято, несмотря на его недостатки, разногласия и так далее. Похоже, что нас устраивает разделение в исламе. Суниты делятся на четыре секты, шииты — на разные течения. И каждый удовлетворен таким разделением. Между тем, ислам может быть чем-то истинным. Если мы откроем дверь для толкования и чтения, которые соответствуют потребностям времени и различным подходам, будь то социологическим, историческим, археологическим, антропологическим и другим исследованиям, мы бы нашли много интересного, чтобы понять и создать истинный ислам. Истинный ислам означает, что он соответствует требованиям времени. Это именно тот ислам, с которым мы можем двигаться вперед, а не оставаться позади. Итак, мы, мусульмане, теперь нуждаемся в пересмотре. Этот пересмотр может быть болезненным. Да, он может быть болезненным. Действительно, пересмотр будет болезненным, учитывая устное наследие и антропологию, которую мы приобрели за 15 веков. Пришло время пересмотреть это. Даже убеждения, даже религиозные практики, включая молитву, пост, хадж и другое. Все эти понятия имеют преувеличенную степень святости. Мы не можем сказать, что эти концепции не приобретают священного характера. Скорее наоборот, они приобретают священный характер. Но эта преувеличенная святость не должна быть поднята до такого уровня, где не остается места для идждихада, толкования, несмотря на наличие текста. Текст также должен толковаться, как и хадисы. Исламская умма не может развиваться с древними верованиями и толкованиями текстов, будь то хадисы или Коран. Она не может прогрессировать, она не может процветать. Итак, сейчас мы находимся в конфликте. Мы стали врагами природы, учитывая, например, множество хадисов, призывающих уничтожать собак и ящериц. Могут ли эти хадисы соответствовать божественным целям? Разве Всевышний Аллах создал некоторых существ и приказал их уничтожить? Я имею в виду, что много вопросов поддаются логике. Если бы вы могли использовать ее, подвергнуть эти верования, это устное наследие некоторой логики, мы бы обнаружили, что оно не соответствует божественным целям. Боже упаси, если он создал существ для того, чтобы мы получили приказ убивать их. Проблема чистоты. Вопрос джихада, практик, например, хаджа. Можем ли мы считать, что хадж в его текущей форме представляет эту чистоту? Или это только ношение белых одежд? На первый взгляд, это стало формой коммерции. Я имею в виду, помогает ли хадж сейчас достигнуть духовных целей, которые ислам задумал для паломника. Также и пост. Для нас пост больше не является временем аскетизма, а стал поводом для поблажек в пище, удовольствием и празднованию поста, вопреки предназначенной цели. Это означает, например, что мусульманская семья выделяет бюджет, равный трём месяцам своего обычного бюджета, на месяц Рамадан, считая, что это больше не месяц строгости, аскетизма и самодисциплины, а скорее месяц духовного поклонения на поверхности и материализма, лежащего в его основе. Имею в виду, что исламская религия претерпела изменения в результате определенных действий и от духовного движения, духовной цели, с помощью которых пророк Мухаммад или Аллах хотели очистить мусульман. Она пришла к данному потребительскому исламскому обществу. Это серьёзное обстоятельство, на которое мы должны обратить внимание. Я имею в виду, что это служит введением к видению или цели. Цель передач, которые мы транслируем, состоит в попытке изменить или открыть дверь для зрителей и заставить их задуматься, что им не следует принимать всё унаследованное как абсолютную истину. В священном Коране содержится множество аятов, которые призывают использовать разум и логику. Разве у них нет разума, чтобы понять? Разве у них нет глаз, чтобы видеть? Это означает, что сначала человек обязан правильно использовать свои пять чувств, чтобы видеть вещи правильно, слышать правильно, а также ощущать запахи. Это является очевидным и принимается как данность, что отделяет нас от других существ, таких как животные, неживые объекты и так далее. Однако, наиболее важным, чем отличает Всевышний Аллах человека от других существ, является ум. Разве у них нет разума? Мы должны понимать, размышлять. Разве они не смотрят на небо и звезды и не думают о том, как они были созданы? Это означает, что им нужно понимать, а не просто принимать все, что они унаследовали на веру и извлекать уверенность из этого. Интеллектуальный аспект должен использоваться всегда. Мы уже говорили, что пророк Мухаммад единственный из пророков, кто сочетал как теоретические размышления с проповедями, так и осуществлял власть. Здесь мы сталкиваемся с очень важным вопросом, который мы должны прояснить. Мы не должны считать все, что сделал пророк Мухаммад в своей жизни, религией. При каких бы обстоятельствах это не происходило, биографию нельзя рассматривать как религию. Это история, из которой мы можем извлечь пользу, извлечь уроки, пренебречь некоторыми аспектами и развивать определенные вещи. Например, что касается биографии пророка и его подхода к вопросу рабства. Не делайте окончательного вывода по этому вопросу, хотя он подготовил путь для нас, чтобы мы смогли сделать этот вывод, и это вывод относительно рабства, поощрение освобождения рабов, а не их порабощение. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не дал окончательного решения по этому вопросу в течение своей жизни. Вместо этого он оставил этот вопрос в значительной степени таким, каким он был, с небольшими изменениями, намекая, что эта практика не является хорошей, и что было бы предпочтительно ее изменить. Итак, человечество, включая мусульман, не смогло избавиться от рабства. Вопрос рабства и многое другое, несмотря на призывы пророка и множество аятов в священном Коране, поощряющих освобождение рабов и осуждающих рабство, не был решен после смерти посланника, да благословит его Аллах, аж до 13-го или 14-го веков. Это невероятно долгий период. Это что-то, что мы должны учитывать. Даже во время его жизни были вопросы, на которые он не мог повлиять, несмотря на свое несогласие с ними. Мы должны признать это. Не было никакого сверхъестественного божественного чуда, при котором он бы мог сказать, да будет так, и оно произошло, так как это прерогатива Всевышнего Аллаха. Я имею в виду, к примеру, вопрос рабства. Другим примером является момент, когда пророк, да благословит его Аллах, выразил свое мнение относительно выращивания финиковых пальм, которое оказалось неверным. Он сказал им, вы лучше знаете свои мирские дела. Это означает, что нельзя считать обязательным и строго следовать всему, что делал пророк, да благословит его Аллах, как обязательной части его учения, сунны. Например, в случае, когда пророк, да благословит его Аллах, не сделал конкретные указания по какому-то вопросу и не призывал нас считать их обязательными или следовать им. Например, это касается вопроса о молитвах Таравих месяц Рамадан, но мусульмане сделали противоположное после пророка. По сути, более уместным было бы облегчить бремя, а не увеличивать его. Подход пророка в вопросе молитв Таравих, например, заключался в облегчении бремени для его общины, а не в его усложнении. Однако мусульманская умма наложила на себя обязанность молиться молитвой Таравих, как будто бы это была подтвержденная сунна, с подразумеваемым порицанием для тех, кто их не совершает. Даже в устных дискуссиях между людьми, как, например, в семьях, кто-то, кто молится Таравих, часто воспринимается как знак благочестия или некоего морального совершенства. С другой стороны, призыв Мухаммада и его отношение к подобным суннитским практикам направлены на умеренность, а не на чрезмерность. Умма предалась излишествам, увеличивая религиозные обряды. К примеру, другим вопросом является вопрос о дне празднования Курбан-Байрам, когда пророк, да благословит его Аллах, сказал, принесите мне двух баранов с рогами, и заколол, и сказал, это для меня и моей семьи, а это для моей уммы. Действия пророка здесь свидетельствуют об умеренности. Это означает, что мы не должны считать жертвоприношение на Курбан-Байрам обязательной сунной, добавляя к уже принятому уммой бремени, без должного на то основания, аналогичного посту во время Рамадана. Представьте, что мусульманской семье приходится тратить в месяц Рамадан сумму, эквивалентную трём месяцам, и совершать жертвоприношение на праздник Курбан-Байрам эквивалентное тратам за два месяца. Исламская экономика, основанная на религиозных обрядах и недопонимании веры, сделала религию абузой для мусульманских семей. И здесь речь идёт только о финансовом аспекте. Мы сосредоточимся на том бремени, которое религия накладывает на мусульманскую семью с докторинальной точкой зрения учения. На непонимании, но не на самой религии. Религия или ислам, послание Мухаммада, не виновна в этом, так же, как, например, кровь Иосифа, найденная на волке. Поэтому я привёл пример, когда посланник принёс жертву двух баранов за себя и свою умну. Это значит, что призыв здесь достаточно ясный и однозначный и не допускает ничего другого. Если кто-то не в состоянии или не желает делать этого, то нет необходимости в излишествах. По сути, все религии строятся на благоразумном управлении и на том, чтобы не впадать в крайности. Это то, что удалось добиться некоторым христианам в определённые периоды, придя к монашеству и тому подобное. Но все эти вещи могут превратиться в свои противоположности. Имею в виду, что на материальном уровне, как я уже говорил, мусульмане в своём толковании исламского наследия и исламских текстов вели нас по тем путям, которым нам не следовало идти. Катастрофа заключается в том, что дверь к Итштихаду, независимому размышлению, была закрыта в определённый период, в эпоху аббасидов. И возникло так называемое направление салафизм, и мусульмане стали ассоциироваться с терроризмом и тому подобным. В то же время, если мы рассмотрим истинный ислам в его сути, то мы поймём, что это религия терпимости и умеренности. Трагедия заключается в том, что все мусульмане по всему миру, как на востоке, так и на западе, продолжают повторять, что ислам это религия лёгкостей, а не трудностей. В то же время, на практике, ислам в повседневной жизни чрезвычайно тяжёл, начиная с пяти ежедневных молитв и заканчивая мусульманским хаджем, стоимость которого теперь превышает 20 тысяч долларов. В настоящее время, около 10 тысяч долларов на расходы, плюс дополнительные сдержки, билеты туда и обратно, праздники до и после хаджа, это стало дорогим удовольствием. Это же относится и к таким праздникам, как Курбан-Байрам, Рамадан и прочим. Таким образом, кажется, что эти исламские законы, введённые пророком в ту эпоху, предназначались для эффективного управления ресурсами, предоставления руководства и освобождения мусульман от материалистических и потребительских тенденций. И затем это превратилось в противоположное. И месяц Рамадан стал месяцем излишеств и потребления. Когда я говорю о месяце Рамадане, ни один мусульманин, живущий в исламских странах или даже за их пределами, не может отрицать, что Рамадан это месяц потребления. Он превратился в месяц безумного потребления, сопровождающегося снижением производительности труда. Например, во времена пророка мусульмане вели сражение в Рамадан. То есть это был месяц голода и борьбы, время благородства и сильной воли. Но сегодня Рамадан в исламских странах превратился в месяц праздности, лени и сверхпотребления без труда. Что касается администрирования. Когда исламские администрации оценивают свою работу во время Рамадана, выясняется, что это наименее продуктивный месяц по объему производства. религиозные праздники стали ассоциироваться с консюмеризмом, с чрезмерным потреблением и снижением производительности труда. Это негативно сказывается на развитии исламской нации. Я имею в виду, что мы не прогрессируем во многих областях, в научных достижениях, исследованиях, литературе и так далее, потому что мы остановились и повернули время вспять, взяв от него все и пытаясь жить в новой эпохе, но при этом тоскуя по возвращению к старым временам. Я хочу сказать, что это действительно дилемма и очень большая проблема, которая требует, как я уже сказал, пересмотра и пересмотра, который будет болезненным. К этому призывают многие мусульманские мыслители, начиная с Рифаа Ат-Тахтави в Египте, Тахира Хаддата в Тунисе, Хишама Джаита Аль-Джабри в Марокко и многих других, включая таких современных ученых, как Шахру. Многие исламские мыслители выступали за новое толкование исламских текстов и наследие через призму современной эпохи. Проблема в том, что я использую этот термин и беру на себя ответственность за это. Исламское духовенство, состоящее из шейхов и юристов, часто отвергает эти решения, и они об этом пожалеют. Традиционные исламские нарративы и юриспруденция, основанные на древних временах, уже не применимы к современной жизни. В качестве доказательства можно привести строительство многочисленных мечетей, причем зачастую мусульмане строят больше мечетей, чем любая другая религиозная община. Вы увидите, что эти мечети оборудованы по последнему слову техникой, оснащены кондиционерами, роскошными коврами и эффектным электрическим освещением. Однако, если посчитать количество молящихся в этих мечетях, то окажется, что оно не соответствует величию здания и тем огромным затратам, которые пошли на их строительство. Между тем, нынешние мечети не играют в обществе никакой значимой роли, ни культурной, ни экономической, ни интеллектуальной. Это не похоже на первоначальную мечеть пророка, которая служила и центром государственного управления и школой, и больницей, и убежищем. Она выполняла множество функций и даже давала приют нуждающимся. Жители Сафа жили в мечети. Представь себе, уважаемый зритель, что 14 веков назад мечеть играла важнейшую роль в строительстве мусульманского государства, не имея электричества, мебели, туалетов и других современных удобств. Она была и школой, и больницей, и приютом для страждущих, а также местом управления. Она объединяла многие аспекты жизни общества. Между тем, нынешняя мечеть не играет никакой роли. Большая, меблированная, роскошная, с кондиционерами мечеть с небольшим количеством молящихся. Она не способствует прогрессу мусульманской нации. И что странно, мусульмане строят мечеть каждый день. В одном районе можно найти три или четыре мечети, в то время как школа всего одна. Эти мечети, молятся всего пять минут, оснащены кондиционерами. Имамы, которые, возможно, не имеют формального религиозного образования, зарабатывают больше, чем профессора. Эти мечети оборудованы лучше, чем близлежайшие школы, в которых мусульманские дети учатся более восьми часов в день. Другими словами, что-то тут не так. Это то, что рациональный ум не может принять. нам действительно нужно новое созидательное сообщество. Нам нужно созидательное общество и творческий подход, чтобы посмотреть и переосмыслить многие из этих вопросов с рациональной точки зрения. В своей недавней книге я рассказал о мечети Масаджид-Дирар, которую пророк Мухаммад приказал разрушить. Святой пророк предупреждал нас об этой дилемме, когда большинство современных мечетей стали частью Масаджид-Дирар, которые должны быть разрушены по пророческому приказу, основанному также и на кораническом тексте. Эти мечети не служат той цели, которую Аллах приготовил для мусульман. Например, мусульмане сейчас перед этими хорошими и красивыми мечетями обнаруживают, что дорога к ним завалена мусором. Я говорю, что есть такие мечети, перед которыми свалка мусора. В одном из хадисов посланник сказал, что иман имеет 70 с лишним ответвлений, самым прекрасным из которых является удаление с пути людей того, что вредно. Где же наша вера, о которой говорил пророк Мухаммад? Где мы во всем этом? То есть этих вещей не существует. Когда мы говорим о насущной необходимости новой веры, я не имею в виду создание новой веры, но я имею в виду вливание духа в веру. Мы должны вливать дух в божественную веру, а не в человеческую. Потому что вера это не религия Мухаммада, и мы должны это сознавать. Обратите внимание, дорогие телезрители, религия это религия Бога, а не чья-то еще. Наша вера это послана Иисусу, Моисею, Ною, Адаму, Мухаммаду. Это Божественное послание. Мы несем ответственность за применение Божественного послания. Мы преемники на земле, несущие Божественное послание, которое Бог передал пророку Мухаммаду. Мухаммад передал это послание так же, как до него это сделали Иисус, Моисей, Ной и Авраам. Чтобы реализовать это послание, проявить его на земле, чтобы на ней воцарились мир, любовь и процветание. Этого никак нельзя достичь, пока в нашем сознании не утвердится созидательный разум, способный понять истинную божественную цель этого послания. Почему Бог передал нам это послание? Бог передал нам это послание не для того, чтобы наказать нас, а для того, чтобы помочь нам найти пути утешения, руководства и сосуществования. Например, когда мы говорим «брат мой по вере», что мы имеем в виду? Это не просто слово, которое мы должны говорить друг другу, как отец или мать. Когда ты отец, качество отцовства должно воплощаться в тебе для каждого, кто находится в возрасте твоих детей. Это качество должно воплощаться не только в словах, но и в действиях. Если вы видите, что ребенок плачет, вы должны по крайней мере утешить его или нерв погладить по голове, если вы не можете сделать больше. Как сказал посланник, я и опекун сироты в раю будем близки друг к другу, как эти два пальца. В этом и есть божественное предназначение. Когда вы становитесь матерью, вы должны быть матерью для всех. Я не имею в виду, что в той же степени, что и для своих детей, но вы должны действительно считать всех детей своими. Это чувство должно быть безграничным, универсальным. Когда я говорю «это мой брат», я имею в виду, что все люди — братья. Это чувство должно быть реальным, отражаться даже в том, как я разговариваю с этим человеком, в моей улыбке по отношению к нему, в том, что я не причиняю ему вреда, в том, что я не думаю о том, чтобы сделать зло. Это значит, что эти божественные концепции и это божественное послание являются теми, которые Бог хотел видеть на земле. И мы должны быть теми, кто способствует их возрождению и передаче в новом виде, в соответствии с новым механизмом. Не должно существовать, и я это утверждаю, не должно быть людей, которые называют себя священнослужителями, эксплуатируя религию. Никто не должен процветать за счет религии. Те, кто ее эксплуатируют, я уже говорил и еще раз говорю, не должны восприниматься как настоящие религиозные деятели. Пророк предупреждал нас об антихристе Аль-Диджал. Я считаю, что в это время полно шарлатанов. Концепция антихриста Аль-Диджал — это не личность, это идея господства зла и преобладания личных интересов над общим благом. Ни один ученый не может сидеть на стуле, стоимость которые мы унаследовали, не рассуждая и не исследуя. Вы ответственный мусульманин. Вы не обязаны следовать чьим-то заповедям, а должны пробудить в себе божественные директивы. Вы найдете их в себе, если глубоко задумаетесь. Если вы употребляете то, что законно, если вы не причиняете вреда своему ближнему, если вы не посягаете на чужое пропитание, если вы помогаете своему ближнему, то вы будете чувствовать себя счастливым. Если вы очищаете землю, землю, которую мы сейчас стремимся уничтожить, убирая с нее кусочек пластика — это поклонение, это молитва, настоящая молитва, настоящая молитва, которая приближает вас к Творцу. Когда вы облегчаете чью-то боль, это настоящая молитва. Молитва в мечети — это кульминация тех молитв, которые мы совершаем, путешествуя по земле. Мы должны находиться в постоянной молитве с момента пробуждения, начиная с утреннего приветствия супруги и детей. Это должно быть формой молитвы. В своей работе и в своей преданности ей, не убегая от работы, вы должны быть в молитве. Многие сотрудники мусульмане читают Коран в своем офисе, в то время как они должны служить людям. Нет, брат мой. Служение людям лучше, чем чтение Корана на рабочем месте, если ты хочешь созерцать знамения Божие у себя дома и в свободное время. А это время — это источник дохода. Ты работаешь в это время за зарплату. Ты должен уделить его законным получателям. Это призыв и это послание. В качестве введения в программы или в идеи, на которые мы хотим, чтобы люди обратили внимание и над которыми работали. Мы должны работать над Божественным посланием, чтобы пробудить Божественное послание внутри каждого из нас. Когда мы пробудим это послание, все наши различия исчезнут. Вы будете видеть в человеке только человека, независимо от его религии, цвета кожи, этнической принадлежности или происхождения. Вы всегда будете смотреть на них сквозь призму милосердия, с которого Всевышний Аллах и начал свою книгу. Он не упустил ни одного момента, даже в суре Атауба, когда отсутствовала басмала. Она полна стихов милосердия и слов милосердия во имя Бога Милостивого Милосердного. Когда вы пробудите в себе Божественные директивы, милосердие и милосердный станут для вас синонимами, направляющими вас в этой жизни. Итак, дорогие зрители, где бы вы ни находились, мы не должны считать наше существование чем-то смешным или недостойным. Нет. Это короткая жизнь, и нас действительно испытывают здесь. Мы проходим испытания, за которые мы будем нести ответственность. Мы находимся в переходной фазе. Больше ничего. Это простые указания, не требующие учителя и толкования. Нет ни одного рукотворного или Божественного закона, который бы опровергал необходимость соблюдения этих заповедей. Таких законов не существует. Есть аят, который меня восхищает, и я часто к нему обращаюсь. Все вы возвратитесь к нему, согласно истинному обещанию Аллаха. Коран Юнус 10.4. Нет ни одного Божественного или рукотворного закона, который бы разрешал воровство. Воровство проявляется в различных формах. Кража эмоций, богатства людей и многого другого. Нет ни одного Божественного или рукотворного закона, который оправдывал бы прелюбодеяние, безнравственность, убийство или разврат. Вообще никаких. Десять заповедей присутствуют в нашем сознании. Их просто протереть и пробудить. Мы пробуждаем их в себе, чтобы мы могли молиться. И молиться не механически, а с преданностью. Мы должны молиться с преданностью, чувством собственного достоинства. Потому что когда человек заботится о себе и любит себя, он не позволит своей душе упасть в огонь. Когда человек не хочет, чтобы его душа упала в огонь, он будет воздерживаться от употребления запретного, воздерживаться от вреда другим и избежать кражи их мечты и их богатства. Это значит, что главная молитва — это ваша связь с самим собой. Если связь с собой подлинная, то вы будете удерживаться от совершения запретных действий и следовать Божественным заповедям. Религия — это религия Бога, а Мухаммед — только посланник. До него было много посланников. Так что если он умрет или будет убит, разве вы повернете назад и направитесь вспять? Мы не собираемся пойти на попятную, о чем предупреждал нас посланник и как советует нам Книга Всевышнего Аллаха через его откровение своему посланнику. Уважаемые зрители, я надеюсь, что этот эпизод послужит началом серии передач, которые будут сопровождать нас на протяжении всего этого сезона и которые мы назовем «Пятничные разговоры». В этой серии мы углубимся в изучение пути Мухаммада. Цель передачи — выяснить, как мы можем возродить Божественные заповеди в сердце каждого из нас, чтобы этот мир стал миром созидания и обществом добра, где царят любовь и гармония, невзирая на наши различия. Потому что в этом обществе, хотим мы этого или нет, мы должны научиться жить и гармонично сосуществовать. Потому что всемогущий Бог создал нас, как разные народы и племена, чтобы мы узнавали и любили друг друга. Это значит, что один народ не может преобладать над другим народом. Но почему мы живем таким менталитетом? Зачем, например, исламской нации доминировать над еврейской, христианской или любой другой нацией? Возможно ли, чтобы единое Божественное послание отдавало предпочтение одной нации перед другой? Нет. Мы должны стремиться оживить Божественные заповеди внутри себя, чтобы найти способ сосуществования в мире. Мирное сосуществование между всеми людьми, воспринимая каждого с равными правами, как сказал пророк, Не должно быть различия между арабом и неарабом, черным человеком и белым человеком, кроме как в благочестии. Нельзя оценивать людей по их идеологии и практикам. Человек, совершающий молитву, фаджр, не обязательно лучше того, кто ее не совершает. Мы не должны судить о людях по таким поверхностным вопросам. Как сказал халиф Умар ибн Аль-Хаттаб, «Знаешь ли ты такого-то или такого-то человека?» Ответ был «Да». Умар спросил «Откуда ты его знаешь?» Ответ был «Потому что он молился с нами каждый день». Умар продолжил «Ты имел с ним дело, используя динары и дирхамы?» Ответ был «Нет». Умар спросил «Вы путешествовали с ним?» Ответ был «Нет». Умар сказал «Тогда молчи, ты не знаешь его доподлинно». Таково было утверждение Умара ибн Аль-Хаттаба. Это означает, что знания не могут даваться людям как знаки благочестия и веры. Основываясь на их повседневной религиозной практике. Эта практика – дело каждого человека и Всевышнего Аллаха. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, неоднократно подчеркивал этот момент. Например, заметив в мечети часто молящегося молодого человека, он расспрашивал о нем и узнавал, что тот усерден в молитвах и его поддерживает брат. Пророк заметил, его брат более добродетелен, чем он. Смысл этого высказывания не может быть яснее. Пророк велел нам работать и стремиться, и он считал это нормой. Он считал продуктивность мерилом успеха. Это критерий приближения к Аллаху. Воистину, брат его добродетельнее его. Я имею в виду, нужно ли этому посланию более четкое объяснение, нужно ли его толкование. Вам не нужно ничего, кроме размышлений. Мы должны вдумчиво поразмыслить над этим. Мы во многом неправильно истолковали и унаследовали все наоборот. Как я уже говорил, месяц Рамадан превратился в месяц потребления, вместо месяца аскетизма, духовности, приближения к Аллаху. Как может сытый желудок, набитый вкусной едой, понять чувство бедняка? Это просто невозможно. Это естественно. Мои собратья-мусульмане, мои братья и сестры, мы должны пересмотреть многие наши модели поведения и убеждения. Мы унаследовали многие модели поведения и многие убеждения, и мы черпаем из них уверенность, полагая, что они являются абсолютной истиной, не подлежащей сомнению. Это с одной точки зрения. С другой стороны, в предыдущей серии мы остановились на битве при Хайбаре. И, как я уже говорил, очень важно различать политическую биографию пророка Мухаммада и религиозную биографию. Мы должны проводить четкое и недвусмысленное различие между этими двумя вопросами. Мы встретимся с вами с любовью, с Божьей любовью, с Божьей помощью на следующей неделе. Спасибо за внимание. До следующих встреч.